ОПАСНО! По мокрой траве. И сейчас угловой. Здесь приглядывается Трауре. Опасный момент. И мяч летает в сетку ворот. Засчитан ли этот мяч? Самое лето. Капитан Анжи забивает в этом противостоянии. Такой нужный махачкалинцам мяч. Теперь они ведут 2-0 по сумме двух поединков. Кроме того, этот мяч гостевой. А он при прочих равных, как вы знаете, ценится за два. Вот подача Бусуфа и неразбериха перед воротами. Вы знаете, там один из игроков Гонвида скинул мяч буквально на пятачок перед своим воротом. Вот сейчас это произойдет. И тут кто-то один из них. Либо Самуэль Эдуалит тогда закончился. Кстати, Рейнджерс потом в следующем круге попал на московское Динамо. И очень крупно обыграл. 7-2 по сумме двух мяч. Видите, Владимир Рогобулов не очень сильный. Очень медленно сейчас играл оборону. Очень медленно. И вот здесь большой разрыв. Гонвид. Это коллектив, за который выступали сначала отец. Потом и сын Ференц Пушкаш. Первые в 20-е годы. Второй на пару, тройку десятилетий позже. Сейчас вот Эрвяч Ами, так сказать, наследник Пушкаша младшего в качестве нападающего. Гонвид. Здесь Арсений Логашев действительно. 7 ударов нанесли махачкалинцы. Два из них пришлись в створ ворот. Три удара. Футболисты Гонвида. И тоже два попадания в створ. Два угловых разыграли гости. Один хозяева. Анжи. С исключением счета на табло. Потому что вырисовывается такая картина безмятежного и полного преимущества. Анжи. 62 на 38. Но сейчас. Вот сейчас не расстроен. Если бы не Крис Самба. А как так получилось, что тут овцать не зафиксировано? Любопытно. Может быть, его, конечно, действительно не было. Трауре. Ух, какой технарь, а. Должна быть желтая карточка. Рихарду Вернашу. Красная карточка сразу. Прямая красная. Ой, да лука банти. Ну, красавец. Итальянец. Вот так и тут же желтая. Смотрите-ка, а. Он просто стреляет, как ковбой от бедра. Не задумываясь. Итальянский арбитр. Он очень резко показал две желтые карточки футболиста Манжи в первом тайме. А тут Рихарду Вернашу за фол. В центре поля, в центральном круге. Атака. Крис Самба. Неаккуратная передача. Ну, какая же... Ну, на ровном месте буквально. Ну, как так можно? Да, соперник не такой опасный сейчас. Но все-таки вот так не следует играть. Связывая защиту и полузащиту Крису Самбе. Это было, как минимум, небрежно. Пришлось Жуселею не грубо, но все же... Интересно, как можно наказать мяч за то, что он стал причиной падения игрока. Ну, наверное, ударить по мячу. Сделать ему больно. Это... Пауза в игре дожидается, чтобы выйти Федор Смолов. Но пока в атаке гонлет. Марко Видович. Ой-ёй-ёй. Да, вот это было в штрафной площади уже. Второй раз Чами упал. И второй раз глух к его страданиям. Лука Банти. Хотя, смотрите на поведение. Жуселея. Да, грудь колесом, конечно. По-богатырски он выстрел ее вперед. Какой-то судья мог бы увидеть в этом блокировку. Ну, а Лука Банти увидел просто... Ну, хотя, вы знаете, Чами так выпрыгнул. И поджал коленки еще до встречи. По большому-то счету в воздухе с... Диаби. Опасно! Чами. Не уследил за ним, а Арсений Пугашов стоит сейчас. Только начался матч между Витасом и Локомотивом из Пловдива. А тем временем 4-0. 4-0. Самуэль Это оформляет дубль. Надо сказать, что он не забивал в этой игре из гораздо более простых ситуаций, простых положений. Но вот сегодня... Он открыл счет и, видимо, решил его и закрыть. Да, у Самуэля этого есть персональные болельщики. Мы это давно уже узнали. Группа студентов и журналистов, которые путешествуют вслед за Анжи. Вот и в Венгрию приехали. Но тут Самуэль, так же, как недавно Лосина от Траура, блеснул индивидуальным мастерством. Таким образом, сегодня ЭТО, капитан команды, забил два мяча, сделав еще иритативную передачу. Прямо над руками, над фигурой галкипера.